Привет, уважаемые любители ArduPilot! Сегодня будет необычное видео, а именно я буду настраивать ArduCopter. Устройство квада без особых изысков. Полетный контроллер H743 Slim. Регулятор Racer Star RAV35. 35 Ампер, соответственно. Прошивка Bielheary S, оригинальная. Замененная на Jazzman Warrick. Приемник R9 Mini. И видеопередатчик Rush Tank Ultimate. Имеет Smart Audio 2.1. GPS от Phantom 4 Professional. Антенка Pagoda. Курсовая камера Runcam Hybrid. Потом заменю на какую-нибудь обычную аналоговую. Моторки T-Motor Velox 2206 2400 KV. Ну и пропы HQ Prop 5, 4, 3 и 3 лопасти. Рама Hyper-C Mark IV. И вот такой вот хенд-мейт держатель для конденсатора и разъема XT60. Как ни странно, но настройку ArduPilot я начну с прошивки Betaflight. Дело в том, что я на своем F-35 пробовал прошить регулятор Bielheary S с прошивкой BlueJ, чтобы отключить торможение. И он меня окирпичил, этот самый регулятор. Но, к счастью, Betaflight это дело исправил. И я не собираюсь рисковать второй раз этим регулятором. И поэтому просто подключаюсь к полетнику в режиме DFU. Это зажимаешь кнопочку вот эту вот. И подключаешь питание. Прошиваю Betaflight, захожу в настройки, включаю моторы. Включаю D-Shot на этих моторах. Далее подключаюсь к программой ESK и конфигуратор. И прошиваю, собственно, все вот эти вот регуляторы, которые имеются. У меня 4 в 1 регулятор. REF-35 от фирмы Racer Star. Прошиваю соответствующей прошивкой BlueJ. Делается это для того, чтобы получить двухстороннюю телеметрию. То есть, чтобы по одному проводу управляющему получать сведения об оборотах мотора для функционирования RPM-фильтрации в ArduPilote. Готова, прошивка закончена. Прошивка залилась во все 4 регулятора. Можно посмотреть настройки. Настройки по своему опыту никакие не меняю, потому что на Betaflight стоковые настройки у меня на регуляторах и летает он нормально. С RPM-фильтрацией просто прекрасно летает. Намного лучше, чем без нее. Вот поэтому ничего трогать не буду. Единственное, что на этом этапе я сразу же проверю вращение моторов. Правый верхний против часовой, левый верхний под часовой. Правый нижний под часовой, левый нижний против часовой. Мне повезло, и все моторы у меня вращаются так, как нужно, в нужных направлениях. Поэтому можно смело шить ArduPilot и настраивать уже сам ArduPilot. Далее, по сути, все как вы привыкли. Идете Setup, Mandatory Hardware. Убирается класс рамы. Это квадрокоптер, соответственно. Вот еще всякие другие фактические конфигурации. Но нас интересует квадрокоптер. Далее есть различные типы рам. Но в данном случае у меня это X. Для квадрокоптера есть еще вот такой вот пункт Initial Parameter Setup. Сюда предлагается забить те данные вашего квадрокоптера, используя которые он оптимизирует некоторые настройки. Я забиваю размер дюймов, размер пропеллеров в дюймах 5 дюймов. Батарейка 4С, максимально заряженный 4.2, полностью разряженный 3.3. Тип батареек у меня липушки. У меня нет и моторы, дирегуляторы. И вот это вот. Батарей фалл сейф я тоже не хочу настраивать. Нажимаю Calculate Initial Parameter. Мне предлагают сделать настройки использовать. Я соглашусь. И запишу. Когда я выбрал раму, я захожу в Axel Calibration. Но, полетник у меня развернут по роллу 180 градусов. Поэтому я иду в Config. HRS Orientation. И выбираю ролл 180. Теперь если иду в Data, я вижу, что все правильно. У меня сейчас горизонт как надо. Обращаю лево влево, вправо влево. Вправо. Пич вниз, пич вверх. Все. Это все хорошо. После того, как я выставил ориентацию рамы, я калибрую акселерометр. Классическая калибровка. Жму Calibrate Axel. Аппарат лежит в горизонте. Можем он дан. Аппарат падает на левую сторону. Извините за писк. Стараюсь держать максимально стабильно. Аппарат на правую сторону. Аппарат носом вниз. Звук, конечно, ужасный. Аппарат носом вверх. И аппарат кверх ногами. Кверх тормашками. Готово. Калибровка акселерометра закончена. Далее иду в компас и калибрую наш компас. Запускаю процесс калибровки. Калибровка компаса обязательно нужно проводить на улице. Водоле от металлических предметов. Но демонстрирую я это тут. Всяко-разное вращаю. Запускает прогресс калибровки. Когда прогресс дойдет до 100% и напишет, что все успешно, значит калибровка закончилась. Все. Написал, что Mac Cal Success. И обязательно нужно перезагрузить автопилот. Так. Ctrl-F и Reboot Pixhawk. Перезагружается полетный контроллер. Пока он перезагружается, можете поставить лайк этому видео, подписаться на канал. Спасибо. А я продолжаю настройку, подключаюсь к полетному контроллеру. Так. Включаю аппаратуру. Потому что сейчас нужно будет настроить сначала основную периферию. Так. Радио. Сейчас тут с этим порядком придется маленько прерваться, потому что я радио пока не могу откалибровать, потому что у меня не подключен, собственно, приемник радиоуправления. Чтобы подключить приемник, нужно его настроить. Прошито у меня по протоколу F-Port. При настройке полетного контроллера я всегда использую вот этот вот сайт, мотековский, естественно, если полетный контроллер, мимо тек. Да и если не мотек, потому что зачастую многие полетные контроллеры являются клонами мотеков. Тот же самый Racer Star F-405 Wing Nano. Он, по сути, клон мотека. Так. Подключение. У меня приемник R-9 Slim Plus OTA. Прошит он в F-порт и подключается на PIN TX-6. Вот он, TX-6. Соответственно, если я открываю ArduPilot Mapping, и вот тут написано, как настраивать RC Input. Необходимо BRD Alt Config поставить в единицу. Я на самом деле уже наедусь, это помню. Но для вас просто демонстрирую, откуда я беру информацию и как я это настраиваю. Так. BRD Alt Config в единицу. Жму в Write Paran. Serial 7. Почему Serial 7? Потому что вот TX-6, RX-6. Это USART 6. Но маппинг в ArduPilot он имеет на Serial 7. И Serial 7 протокол нужно установить 23. Это RC In. 23. Также необходимо инвертировать TX-RX, поставить HALF Duplex, потому что протокол F-порт он полудуплексный. Косяк этого меню приемника это то, что он не имеет инвертированного S-порта и F-порта. Соответственно, у меня R9 mini под ключем вот этим вот выходом S-порт на TX-6 pin. И поскольку выход вот у этого самого R9 mini не инвертированный, мне необходимо с лицами полетного контроллера поставить инверсию. благо полетники серии H7 F7 это позволяет. Если у вас полетник F4 какой-нибудь, то вам необходимо либо брать вот этот инвертированный S-порт, либо, если такой опции нет, то вам нужно огородить внешний инвертор либо жопу. Пожалуй, больше ничего. Жму в райппорам. радиокалибрэйшн не появилось радио. Наверное, нужно репутнуть просто аппаратный контроллер. Что я и делаю? Репутаю его. Все, видно, что сигнал появился, аппаратура определилась. И даже телеметрия сейчас на аппаратуре пойдет. Так, следующий этап это калибровка радиоаппаратуры. Тут тоже все в принципе просто. Нажимаете калибрит радио. Тот предупреждает, чтобы парапеллеры не были одеты, но у меня, поскольку питание не подключено силовой, то это все не страшно. И начинаем отклонять стики в максимальное положение. Стики, все тумблеры прощелкиваем, крутилочки прощелкиваем, прокручиваем. Они у меня не настроены, эти крутилочки здесь. Собственно, все. Готово. Жму клик вендан. Готово. Говорит, что стики в центре, газ внизу. Все у меня так и есть. Все, хорошо, каналы откалиброваны. Аппаратура откалибрована. Теперь необходимо настроить по логике серво output, но я же хочу использовать двухсторонний дешет. Вот, поэтому я сначала иду конфиг full параметр 3. Тут выбираю BLH. Выбираю серво BLH авто возможно BLH пас с ру, чтобы подключаться к регуляторам через конфигуратор. Далее нужно выбрать которые регуляторы будут использовать двухсторонний дешет. Это вот первые 4 канала. Также необходимо установить которые регуляторы собственно будут подключаться в режиме пасру. Это тоже первые 4 каналы. Выбираю протокол дешет 600 и пожалуй все остальные настройки оставляю по умолчанию. Все, на этом настройка дешета закончена. Жму боль. Дело в том, что в пилоте абсолютно безобразный маппинг моторов. Я сейчас это вам продемонстрирую. Надеюсь ничего это никуда не улетит. Надеюсь я не порублю все пальцы. Никому не советую подключать батарею с надетыми пропеллерами, но у меня имеется такой вот смок стоппер, который при большом токе обеспечивает весь квадрокоптер, поэтому мне это относительно не страшно. Но я вас предупредил, так делать нельзя. Идиот сказать честно блин мне даже слов я подобрать не могу. То есть у вас есть отдельная нумерация моторов, отдельно есть буквенная идентификация моторов, то есть мотор а это один мотор бета 4 короче капец это нелогично как в общем что я делаю я оставлю уровень газа на единичку чтобы он совсем медленно крутился и duration вообще поставлю одну секунду чтобы не разрубило к херам собачьим вот то есть мне нужно сейчас чтобы когда я нажму на циферку а крутился вот этот мотор записывать да вот этот мотор если он не крутится значит методом ты ко мне нужно подбирать я подключаю бабку и жму тест мотор вот видите крутится вот этот мотор фигня получается короче я сделал так вот я все поставил disabled и далее вот просто методом тыком ставлю единичку это мотор ада жму мотор тест тестирую мотор а да вот а вращается вот этот вот последний а должен вращаться вот этот я серво output этот ставлю disable да ставлю на второй мотор 1 снова жму мотор тест о попал да все теперь далее первый ставлю мотор 2 и жму мотор тест мотор 2 это у меня с жму мотор c это двоечка да закрутился вот этот а соответственно мне нужно назначить на другой канал может вот это попробуем угадать жму c и бинго я угадал прекрасно угадал уже два мотора из четырех теперь жму серво output и назначаю первому мотор 3 мотор 3 это у меня d я жму тест мотор d вращается правый нижний да а должен вращаться левый верхний но тут уже как бы методом исключения можно понять что первое это мотор 4 а четвертое это мотор 3 и теперь я снова еду мотор тест и еще раз проверяю все жму тест мотор а должен вращаться правый верхний жму тест мотор б правый нижний жму мотор тест мотор c левый нижний все правильно и тест мотор d левый верхний все правильно теперь все вращается как нужно и это конечно не может не радовать вот так вот в принципе методом тыка за сколько там 5 минут я все это настроил теперь переходим к следующему калибровка регуляторов не нужна поскольку использую цифровой протокол дэшот и калибровать ничего не надо смотрите вот есть такой параметр что эскейтайп вы можете выбрать дэшот и вот эти все отсюда на что назначив вот здесь вы назначите все вот это вот дэшот какой-то там 600 на все серво выхода там настройка которую я сделал назначает дэшот чисто на первые 4 серво выхода а все остальные серво выходы работают как обычный пивьем то есть вы на них можете назначить какие-нибудь сервы аналоговые цифровые неважно можете настроить подсоветку какую-то в общем эта настройка более гибкая а так в принципе можно настраивать далее полетные режимы для квада я буду использовать первый полетный режим это стабилайз потом второй полетный режим это у меня будет пускай альтхолд третий режим полетный это у меня пускай будет босс холд нет это пускай будет лойтер потом следующий акра и последний это RTL все все полетные режимы есть тумблер я настроил арминг чтобы его идентифицировать я иду радио как вибрация смотрю это шестой канал у меня далее я иду конфиг юзер парамс рси 6 опшен арм не за арм но он ругается на что батарейка не подключена поэтому арминг не работает это хорошо вот на этот не фиксируем тумблер я поставлю это седьмой канал у меня поставлю посадку действия посадки land то есть я зажму и он будет постоянно садиться плавно вот пускай вот этот тумблер у меня будет ответственен за автотюн это восьмой канал восьмой это автотюн и что еще настроить можно тумблер это одиннадцатый канал да а пускай будет в текст пауэр на этом в принципе настройка режимов и вот этих вот дополнительных опций закончена далее необходимо настроить фейлсейв делается на вкладочке фейлсейв нас сразу автопилот предупреждает что необходимо все пропы чтобы были сняты но поскольку у меня питание не подключено я игнорирую просто это сообщение фейлсейв по радио по радиоуправлению работает из коробки проверяется следующим образом что я выключаю аппаратуру и включиться должен режим RTL странно непонятно давай перезагружу полетный контроллер RSI я ставлю 3 потому что RSI передается в протоколе в порт тюнинг вот тут можно RSI 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 выбрать RSI также хочу заметить что RSI проверяется работа RSI проверяется не отключением аппаратуры потому что вот видишь при отключении RSI не меняется как проверить RSI делается следующим образом в системе R9M это делается вот в этом вот месте мне сейчас это еще можно здесь милеватт потому что я в помещении чтобы там ничего не сжечь я ставлю range check и теперь видно как RSI меняется я уношу аппаратуру дальше и RSI бегает вот вот так проверяется RSI не отключением аппаратуры вот он вырубаю аппаратуру дизайн или я забыл как на кваде работает failsafe но на самолете он конкретно переходит в режим RTL переключается тут что-то не переключается в целом вроде бы работает по крайней мере дизайн включается но может дизайн включается потому что он лежит на земле ну ладно по крайней мере он видит что failsafe я по крайней мере вижу вот эти вот события здесь может быть тут еще баг между пленера какой-то наложился но главное тут есть сообщение о failsafe далее настройка периферии во-первых у меня подключен rush tank по протоколу смарт аудио который я собственно и хочу настроить для этого я иду в параметры btx и собственно мне нужно сначала включить эту функцию btx enable и нужно обновить параметры потому что там сейчас появятся дополнительные параметры вот они появились тут мне необходимо указать канал на котором буду летать и канал и band диапазон пускай диапазон улетаю в очках по-моему R1 обычно настроен вот я его и настроил R1 так сама считается max power 800 vtx option ладно про настройку видеопередатчика я сниму отдельное видео пока что так преднастроен потому что равно еще провод смарт аудио от видеопередатчика у меня подключен на tx8 это сериал 5 и в арду пилоте tx8 сюда мне подключен видеопередатчик по смарт аудио это сериал 5 я ставлю протокол это 37 смарт аудио сериал 7 option нужно поставить half duplex потому что смарт аудио полу-дуплексный и скорость порта 4800 это я так по памяти говорю но по смарт аудио я наверное выложу отдельное видео также настрою рпм фильтрацию для этого я ввожу инс вот вот ханч enable ставится в единицу enable ставится единицу жму в write парам и снова нужно нажать refresh чтобы обновить параметры параметры обновляются и появляются дополнительные опции так вот документация по настройке динамических фильтров далее ins hench mode указывается ESK телеметри это означает что телеметрия с регуляторов как раз это вот и есть еще в арту пилоте какая-то более крутая это преобразование фурье но я пока про этого ничего не знаю в принципе мой полетный контроллер поддерживает эту опцию но пока я не готов с ней экспериментировать попробую сначала телеметрию с регуляторов для начала все остальные настройки оставлю по умолчанию что касается рпм фильтрации так далее хочется проверить собственно работает ли рпм фильтрация для этого я выведу графики ESK ESK 1 рпм ESK 2 рпм ESK 3 рпм ESK 4 рпм это собственно обороты далее я зайду setup motor тест поставлю throttle единичку а длительность поставлю секунд 10 проверено что никуда ничего не улетает подключаю батарейку и нажимаю тест all motors иду в дата и вижу что собственно данные об оборотах поступают двухсторонняя телеметрия работает все супер также для первого полета крайне имеет смысл понизить пиды вот эти вот раза в 4 потому что на пятерке эти пиды конечно приводят к осцилляциям я просто беру калькулятор и 135 делю на 4 это просто минимум собственно с этими параметрами можно уже будет попробовать взлететь проверить все ли сделано правильно и запустить автотюн по автотюну еще нюанс соответственно автотюн может делаться на кваде по трем осям это roll pitch и батарейки вряд ли мне хватит сразу по трем осям сделать поэтому я сейчас выберу сначала одну ось это roll поменяю батарейку и сделаю потом автотюн поменяю настройку и сделаю автотюн по оси pitch это будет двоечка вот и таким образом попробую его от автотюнить ну а в дальнейших видео собственно я расскажу про результат автотюна про процесс автотюна про первый полет на этом кваде успешный он или не успешный вы узнаете в следующем видео если видео было полезно ставь лайк подписывайся на канал спасибо за просмотр пока пока